Каждый сам выбирает, где ему хранить свои сбережения. Кто-то оставляет деньги у себя на счетах в банке, а кто-то предпочитает хранить дома под подушкой. Я как раз-таки тоже отношусь к той категории, которая не доверяет банкам. Ну а что, дома надежнее и всегда под рукой. Так вот, и я тут вспомнила, что у меня где-то под подушкой были спрятаны парочка долларов. Я предлагаю поискать вместе. Может быть, я даже разбогатею. А вот и доллары. Правда, они очень старые. Или на них какие-то пятна. Голосовой помощник. Отчего появляются пятна на долларах и что с ними делать? Лера, такое бывает. В интернете пишут, что пятна с долларов можно убрать белизной. У меня даже нашлась белизна. Я думаю, что можно положить сюда доллары и залить их белизной. О, стоп, подождите, но у нас же есть эксперт. Максим Евсевич, здравствуйте. А я к вам снова не с пустыми руками. Смотрите, в моих руках оказались доллары, но не старого образца. Не поверите, где я их взяла. Как-то складывала я у себя дома под подушку пару купюр. И вот пришло время наконец-то их разменять. Но досада в том, что в банках отказываются их просто так принимать. Говорят, 1400 рублей за купюру. Это вообще что такое? Где это видно? И почему я должна еще и платить? Покажите. Сомнений в подлинности купюр у меня, например, нет. Мы видим водяные знаки, мы видим все остальные признаки подлинной купюры. Но есть видимые загрязнения. Дело в том, что вот эти доллары старого образца, их материал, это же не совсем бумага. Это гораздо ближе к хлопку. И он подвержен загрязнениям, он подвержен плесени. И действительно, у вас не могут принять такую купюру, потому что такую купюру нельзя отдать новому клиенту. И им придется эту купюру складывать вместе с другими такими же поврежденными, отправлять в Москву, из Москвы отправлять куда-то в иностранный банк, где эта купюра будет сдана на утилизацию. Все это, конечно, чего-то стоит. И вот эти свои хлопоты, они с радостью переложат на ваши плечи. Поэтому можно сказать так. Да, это невезение, но по нынешнему курсу доллара это невезение очень мелкое. Потому что в момент, когда вы клали эти доллары под подушку, они стоили гораздо дешевле. Поэтому все, что вам требуется, это всего лишь найти тот банк, который возьмет комиссию немножко меньше, чем захотят взять другие. Ну а впредь храните под подушкой купюры нового образца. В чем вы храните сбережения? Дома под подушкой или все-таки предпочитаете валюту или банки? На счету. Почему? Ну не под подушкой же дома. Почему? Ну это старомодно как-то. Все-таки валюту, банки, карты, счета, естественно. В инвестиции. Какие? Акции. Как вы узнали об этом? Сама. Я экономист по образованию. Все-таки дома храню. Почему? Не доверяю банкам. Тем более в наше время. И все-таки, а почему люди не застрахованы на этот случай? Смотрите, деньги это на самом деле расходный материал. Вот такой же, как не знаю, целлофановые пакеты или газеты. Поэтому у них есть определенный срок пользования. Но те доллары, которые оказываются за границей, они используются, скажем так, несколько более интенсивно, чем те доллары, которые обращаются внутри самих Соединенных Штатов. В США принято больше платить безналом, доллары используют реже, с одной купюрочек может ходить в кошельке, не знаю, по полгода, пока не найдет где-нибудь место, куда ее возьмут. У нас доллары постоянно переходят из рук в руки, используются как инструмент накопления и зачастую хранятся с неким нарушением. Все-таки, если доллары – это такая ненадежная вещь, может быть, все-таки стоит хранить деньги в юанях? Я думаю, на них-то явно пятны не заведутся. Но поверьте, юани тоже не сделаны из каменных блоков. Поэтому, если сравнивать на предмет риска повреждения купюры, у юаня он даже больше, чем у доллара. Но когда вам говорят о том, что доллары есть смысл хранить, не имеют в виду хранение наличных долларов. Имеют, конечно же, в виду хранение финансовых инструментов, номинированных в долларах. А здесь все флаги в гости к нам. Пускай у вас будет что-то номинированное в долларах, что-то номинированное в юанях и обязательно что-нибудь номинированное в рублях. Максим Васильевич, спасибо вам большое за такой познавательный урок. Я думаю, что нашим телезрителям тоже было очень интересно. И главный совет все-таки – не храните все деньги под подушкой, тем более старого образца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!